Криптовалюты У кого есть какие-то проблемы с картинкой или со звуком, просьба просто обновить страницу и по возможности раскрыть изображение на весь экран. Что ж, начинаем. Вкратце обозначу структуру сегодняшней трансляции. Мы начнем по уже устоявшемуся плану работать. Сначала, учитывая, что среди вас могут быть совсем начинающие трейдеры, мы буквально в течение 10 минут обсудим небольшие теоретические аспекты, чтобы просто было понимание, что такое криптовалюты, откуда они появились и что из себя представляют. И далее уже перейдем в торговую платформу, где в режиме реального времени обсудим ключевые торговые идеи по криптовалютам. То есть, оперируя техническим анализом, прежде всего, и держа в уме ту фундаментальную картину, которая есть в настоящий момент, мы с вами попытаемся понять, что же делать и на чем можно заработать в ближайшую неделю. Отмечу, что около 70% тех рекомендаций, которые мы даем, себя отлично показывают. Вы можете посмотреть прошлые записи вебинаров на YouTube-канале компании Амаркетс. И составить для себя представление о том, насколько хорошо отрабатывают те идеи, которые мы генерируем в ходе вебинаров, до него, ну и в режиме реального времени в наших телеграм-каналах. Ссылки на которые, насколько я видел, уже в общий чат были предоставлены, поэтому рекомендую вам вступить в эти телеграм-канал и чат, чтобы в режиме онлайн всегда получать свежую информацию о перспективных торговых идеях. Что ж, начинаем. Что такое криптовалюты? Я думаю, так или иначе каждый из вас представляет. По сути, это такое же средство платежа, как и обычные валюты, только выраженные полностью в виртуальном или цифровом формате. То есть, можно провести некую параллель между, скажем, рублем или долларом, но, конечно, держа во внимание ту особенность технологическую, прежде всего, криптовалют, и беря во внимание их статус цифровых активов. То есть, мы не можем к ним прикоснуться или положить в обычный кошелек. Это, скорее, некая бухгалтерская книга, как некоторые проводят аналогию, в которой в числовом выражении указано то, сколько монет вы имеете, и вы, исходя из этого, уже понимаете, что можете на них приобрести. Либо можно провести аналогию с электронными платежными системами, будь то WebMoney или Kiwi. Но, опять же, конечно, не забывая о том, что блокчейн, на котором основаны почти все криптовалюты, это технология уникальная, ни на что не похожая ранее. Но, тем не менее, сам формат работы, когда у нас есть некий, скажем, онлайн-сервис, либо онлайн-кошелек в случае криптовалют, с которого мы можем делать переводы и на который мы можем получать переводы от других участников системы. Для чего же нужны криптовалюты? Вопрос, который задают многие начинающие. Конечно, в первую очередь задумывались они для проведения расчетов и платежей, точнее, для того, чтобы сделать эти процессы максимально удобными и дешевыми, более того, обеспечив безопасность и анонимность в проведении платежей. Потому что мы с вами понимаем, что существующие на сегодняшний день варианты расчетов и платежей, например, такие, как оплата банковской картой через интернет какой-либо услуги или товара, является на самом деле не совсем безопасным вариантом. В одном из аналитических материалов было сказано, что, например, когда вы что-то покупаете через интернет, набираете данные своей карты, то как минимум 5-6 участников содержатся в цепочке, которая имеет возможность получить информацию, которую вы указываете. То есть конфиденциальность в таком случае, конечно же, под вопросом. В случае с криптовалютами есть только отправитель и получатель, ничего больше нет, никаких посредников, поэтому, конечно, процесс, на первый взгляд, выглядит максимально безопасным, если мы не берем в расчет, конечно, периодически хакерские атаки и взломы, которые, учитывая столь повышенное внимание к сфере, столь уже довольно высокую капитализацию сферы, и, конечно, все это делает криптоактивы очень важной целью для хакеров. И, кстати, одно из новостей, которые мы будем сегодня обсуждать, это последствия взлома на бирже CoinCheck. Это мы говорили в одном из прошлых вебинаров, это один из составляющих фундаментального пазла, причем негативного, который в последние недели формировался. Но ситуация постепенно разрешается, и мы видим, что в целом сейчас уже на негативные новости рынок не реагирует вовсе. То есть мы находимся в некой стадии роста в последние дни, но об этом, конечно, чуть позже, когда уже перейдем в торговый терминал. Второе предназначение криптовалют, конечно, это инвестиции, спекулятивный доход за счет изменения их курсов. Я думаю, что ради этого многие из вас сегодня и находятся вместе с нами на данном мероприятии. Про биткоин наверняка, я думаю, вы также знаете, на этом подробно останавливаться не будем. Первое и до сих пор еще основная криптовалюта, хоть в начале года и много говорилось о том, что может в течение 2018 года биткоин утратить статус лидера, но тем не менее пока это не так, и пока серьезных предпосылок для смены такого глобального лидера их не существует. Двигаемся. Далее есть вообще два основных варианта получения дохода от криптосферы. Первый это трейдинг криптовалют, то есть либо просто инвестирование в них, когда вы покупаете определенные монеты, рассчитывая на их дальнейший рост, либо продаете через брокерские компании и можно зарабатывать и на снижении курса любой криптовалюты, что и было доказано в ходе обвала, который был в конце прошлого года и в начале нынешнего. И вторым способом получения дополнительного дохода является, конечно же, майнинг, то есть использование ресурсов своего компьютера, либо своей фермы в интересах системы в целом, например, биткоина, и получение за это вознаграждения, за действующего в виде той монеты, функционирование которой вы обеспечиваете. На самом деле майнинг сейчас становится занятием недешевым и порой небыстро окупаемым. Конечно, для того, чтобы сделать эти процессы более привлекательными, нужно, чтобы рост криптовалют продолжался, причем рост в такой геометрической прогрессии. Но, пожалуй, для майнинга можно и отдельный вебинар посвятить, поэтому подробно мы нам тоже снабдаться не будем. Лишь вскользь обозначим, что он также является одним из инструментов для получения дополнительного дохода с криптовалютой. Про хранение криптовалют, я думаю, также вы во многом уже знаете, и уверен, что у многих из вас есть кошельки, горячее, холодное хранение, не важно, что вы используете, важно, что так или иначе вы с этим работаете. Почему биткоин будет расти и дальше? Есть несколько тезисов, которые вы видите на данном слайде, но, по сути, хотелось бы выделить один главный – это психология и поведение участников рынка. Потому что именно эти аспекты обеспечивают те движения, которые мы видим на графике. Я думаю, что вы обратили внимание, что негативный фон сопровождал криптосферу как в начале этого года, в самом начале января, так и к концу этого месяца, точнее, прошлого месяца, и в начале февраля тоже мы видим, что особого позитива на рынках нет. Но движения кардинально отличаются. Если сначала мы продолжали ту стадию коррекции, которая началась еще несколько недель назад, то в последние дни мы наблюдаем уже некий разворот рынка, который уже, по сути, состоялся, но получит ли он продолжение, сейчас только вопрос получается лишь в этом. И несмотря на то, что, скажем, негативный фон был и в том, и в другом случае, мы видим, что рынок ведет себя по-разному, и виной тому именно психология участников рынка, те, кто, скажем, работал с фондовыми инструментами, либо с товарно-сырьевым, например, рынком, я думаю, прекрасно понимают, о чем я говорю. Не стоит сбрасывать со счетов и некий элемент манипуляции, потому что признаки этого мы также регулярно видим, в том числе и на графике цены. Также, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что есть, скажем, крупный капитал, который мог вполне неплохо заработать на движении в прошлом году, но понимал, что, скажем, безоткатный рост дальше продолжаться не может, и есть вариант спровоцировать некий откат, создать некую панику, и затем купить тот же самый актив, только по гораздо более выгодной цене. По сути, это мы и видели по биткоину, например, вблизи отметки в 6 тысяч долларов. Да, это был важный уровень с точки зрения теханализа, и все-таки думается, что как раз-таки за счет тех объемов, которые мы наблюдали в день разворота, если быть точным, то эта отметка 6 февраля, наблюдался колоссальный объем на покупку по ключевым криптовалютам. И, по сути, вот именно в тот день произошел такой разворот рынка, который получил продолжение в последние дни. Но об этом, опять же, мы поговорим, когда перейдем в торговую платформу. Напоследок, говоря о методологической части данной темы, хотелось бы остановиться на двух ключевых терминах. Первый – это блокчейн, то есть технология хранения и обработки информации, инновационный способ для технологии хранения информации. И суть его заключается в одной простой картинке, которую вы видите на слайде. Если мы проведем, опять же, некую параллель между традиционным фондовым рынком и рынком криптовалют, то отметим, что в случае с фондовым рынком есть клиринговая палата, которая ведет учет всех сделок в системе и подтверждает факт того, что, допустим, одна акция перешла из рук участника А к участнику Б и, по сути, является единым регулирующим и органом, который собирает, имеет и хранит всю информацию. В случае с блокчейном, по сути, каждый узел системы, то есть каждый участник системы хранит всю информацию и участвует в ее обработке, особенно если мы говорим про майнеров. Поэтому, скажем, даже уничтожив какой-то один элемент этой системы, мы все равно увидим, что она жизнеспособна и продолжает функционировать. Да, в этом и заключается плюс. И ICO – это то, на основе чего проводится сбор средств для реализации различных блокчейн-проектов, в первую очередь, конечно же, коммерческих. И, на самом деле, ICO стали возможны благодаря смарт-контрактам на платформе ETH. ETH является второй платформизацией капитал валюты в данный момент. И, на самом деле, именно факт того, что многие ICO проводятся на этой платформе, он и фундаментально подкрепляет его котировки в течение уже долгого времени. Ну и последний слайд будет посвящен тому, как вы можете выстраивать свою работу с криптовалютой. Потому что делать это можно как на специализированных биржах криптовалют, так и в брокерских компаниях. Есть ряд отличий, которые вы, опять же, видите на слайде. Прежде всего, это вопросы регулирования. Потому что не единичные случаи, когда криптобиржи ведут себя, скажем, не очень правильно. Мы видели случаи и банкротства криптобирж, и продолжительные периоды заморозки их работы. И в таком случае, по сути, нет регулятора. Вот это, с одной стороны, плюс системы, скажем, блокчейн, то или в том, что нет единого регулирующего органа. Но в тот же момент это и минус, если вы работаете, скажем, с такими площадками. В случае с брокерскими компаниями этот вопрос решается. Ну и многие отмечают более удобный вариант внесения и снятия у брокера по сравнению с работой на бирже криптовалют. Если вы хотите, допустим, поменять фиат и купить криптовалюту, то неизбежно потеряете на комиссиях. Я думаю, что каждый из вас с этим уже сталкивался. При работе через брокера этот вопрос также легко решается, и вы экономите на комиссиях. На этом предлагаю завершить вот эту первую часть вебинара теоретическую и постепенно переходить в торговую платформу, чтобы уже обсудить то, что происходит в данный момент и составить план действий на ближайшую неделю. Сейчас будет запущена демонстрация рабочего стола. Вы сможете видеть платформу, которая называется MetaTrader 4. И в ней можно не только совершать сделки, но и довольно удобно анализировать любой инструмент, в том числе, конечно же, криптовалюту. Поставьте плюсики, пожалуйста, в общий чат, если вы видите в данный момент график цены и рабочую область терминала, и мы продолжим. Да, еще раз спасибо за обратную связь. Вижу, что все в порядке, поэтому переходим к следующей части. Кто смотрел наш прошлый вебинар неделю назад, также в четверг, тот наверняка помнит, что мы отмечали один ключевой уровень сопротивления, который был на тот момент. Это отметка 8300-8400, точнее диапазон. И мы отмечали, что в случае, если биткоин закрепится выше данного уровня, то нужно будет локально покупать биткоин. И похожая графическая формация была не только по нему, но и по всем, почти, почти по всем другим криптовалютам, из тех, которые мы рассматривали в ходе вебинара. И на самом деле эта рекомендация себя полностью оправдала. Поэтому, если, скажем, вы ее использовали, то это отлично. Если же нет, то нужно, опять же, понимать, почему вы это не сделали. Потому что, на самом деле, ситуация была довольно простой. Это классический зеркальный уровень. Вблизи этой отметки несколько дней, еще перед последней стадией снижения биткоина, была консолидация. Мы не могли оказаться ниже этого уровня. И в итоге, после того, как начали биткоин выкупать вблизи 6 тысяч долларов за одну монету, мы уперлись вновь в эту отметку. Поэтому мы и отмечали, что, кстати, еще один важный момент, что сейчас уровни поддержки сопротивления гораздо более плотно расположены по почти всем криптовалютам, в первую очередь по биткоину. И таких, скажем, свободных, быстрых движений, как в прошлом году, мы уже, возможно, и не увидим. Хотя последние дни позволяют надеяться на лучшее, на то, что волатильность, величина движений, в первую очередь восходящих, именно они нас интересуют сейчас, будет напоминать то, что было в прошлом году. Есть также, скажем, вторая группа участников, аналитиков, которая придерживается другого мнения, говорит о том, что в этом году криптовалюты будут находиться в условиях боковой консолидации, и особого движения в ту или иную сторону мы не увидим. Пока же делать выборы какие-то рано по этому поводу, пока же нужно работать от тех ключевых значений, которые в данный момент есть. И что мы наблюдаем? На самом деле, часть позиций на покупку, которую мы открывали с нашими трейдерами, мы зафиксировали уже, причем буквально в ходе сегодняшнего дня. Сделано это было несколько часов назад. Почему? Потому что мы подошли вплотную к следующему важному уровню сопротивления, который находится вблизи отметки в 10 тысяч долларов. Это очень важное значение, потому что, во-первых, психологически важный уровень. Мы отмечали уже неоднократно, что именно по кругу значений цены биткоин очень хорошо ходит, и, скажем, после пробоя круглого значения он двигается почти безоткатно в нужном направлении, также может останавливаться вблизи следующего, подобного уровня. Поэтому часть позиций пока закрыта, мы находимся, осталось около 20-30% от общего объема на покупку, и, на самом деле, мы планируем вернуться в рынок, если биткоин окажется выше, загрепится выше этой отметки, потому что вблизи 10 тысяч была более продолжительная консолидация. Я думаю, что вы видите сами этот момент на графике цены, могу его дополнительно еще отметить. Вот этот момент, когда мы находились в условиях боковой консолидации, и подобную ситуацию также в ходе трансляции мы разбирали несколько недель назад. И вот затем, уже когда мы пробили отметку 10, стало возможным то снижение до 60 тысяч, уже завершающая фаза общей коррекции, ну, как сейчас кажется. То есть сейчас все указывает, по сути, на то, что коррекция завершена, и у нас есть основания полагать, что рост биткоина и других криптовалют продолжится в ближайшие дни, да, может быть, недели, по крайней мере, исходя из той технической ситуации, которую мы видим на графике, но и в целом из фундаментального фона, потому что отмечу, что тот негатив, который продолжает поступать, он игнорируется рынком, и, по сути, на него внимание сейчас никто не обращает. Вопросы с регулированием, они, по сути, уже отыграны, то есть те действия регуляторов, которые мы могли наблюдать несколько недель назад, они уже в цене полностью учтены, поэтому дальше двигать цену вниз вряд ли будут. Да, и в целом, хоть и каких-то позитивных факторов пока нет, исключая локальные истории, да, потому что мы говорили в ходе, опять же, прошлого вебинара о эфир-классик, например, да, вот он локально силен сейчас на фоне событий, которые его ожидают, об этом мы чуть позже поговорим, но в целом нет пока особого позитива по рынку, но и в то же время негатив весь выкупается, и на него никто внимания не обращает. Из ключевых новостей, которые стоит держать в голове, это новые новости о Ripple и все новых партнерствах, да, которые они организуют в этот раз с Western Union, например, и с крупнейшей инвесткомпанией в Эмиратах. Но опять же нужно разделять Ripple как криптовалюту, как актив, и Ripple как технологию, которая применяется финансовыми институтами по всему миру. И мы неоднократно видели случаи, когда, скажем, очень позитивные новости о достижениях Ripple в плане сотрудничества с крупными мировыми финансовыми институтами, да, они не находили отражения на котировках Ripple. И в прошлом году мы отмечали, что с большим опозданием Ripple, да, совершил рывок. Поэтому, пожалуй, что рынок сейчас также довольно осторожно относится к подобным новостям. Но регулярные заявления о том, что регулирование крипторынка неизбежно, мы также наблюдаем. На этот раз глава МВФ, да, вот буквально несколько дней назад сообщил о том, что в идеале вся криптосфера должна быть зарегулирована, причем в ближайшей уже перспективе. Но, опять же, на это сейчас никто внимания особого не обращает. Главное, что постепенно появляется интерес, вот, особенно тех, кто успел выйти по хорошим ценам, то есть перед массовым, да, снижением, те участники, конечно, с большим энтузиазмом сейчас покупают, да, те же, кто, скажем, находился в просадке все это время, является либо просто зрителем, да, либо закупает на фоне этих событий. Поэтому, что касается плана, да, на ближайшие дни, то он заключается в работе именно от уровня, в, ну, 9-910 тысяч, если быть точным, есть некая область, да, некий диапазон, от которого стоит отталкиваться. Можно, в принципе, совсем небольшим пока объемом пробным пытаться продавать от этого уровня, потому что есть вероятность того, что мы не закрепимся и не уйдем выше него. Но на самом деле это такой сценарий, может быть, сейчас не очень популярный. Да, проще пока ничего не делать и дождаться закрепления выше этого уровня. И в таком случае уже входить в рынок объемом средним, либо чуть выше среднего от того, которым вы обычно работаете. Мы обычно также, да, учитываем, когда даем какие-то рекомендации, учитываем величину того объема, которым стоит торговать, да, говорим, что это, например, вероятность здесь движения низкая, поэтому стоит зайти небольшим объемом, да, либо вероятность очень высокая, и стоит зайти, скажем, объемом выше среднего или даже максимальным. Да, вот в случае закрепления биткоина выше отметки в 10 тысяч долларов можно будет заходить объемом даже выше среднего, потому что вероятность дальнейшего роста будет крайне высока. У нас будет там возможность такая, да, что мы увидим что-то вроде ложного пробоя, как это было в самом начале года, да, вот была ловушка для покупателей, и на самом деле стоит также учитывать, что подобная ситуация может повториться. но даже если такое произойдет, то стоп-лосс будет размещен довольно близко к точке входа, потому что сама ситуация позволяет это сделать, и потери не будут большими, а вероятнее всего закрыться можно будет в небольшой плюс или в ноль, да, то есть по сути вариант беспроигрышный, работа именно от этой отметки. Как я и сказал, что есть некая вероятность около 30 процентов, да, того, что мы в моменте отобьемся от этого уровня и уйдем несколько ниже, да, вот останемся, по крайней мере, в той области, в котором находимся последние дни. И на самом деле это может быть связано с тем, что нет какого-то определенного позитива по рынку, по сути сейчас все и работают только по теханализу, да, на основе своих каких-то рассуждений и на основе объемов, которые есть на рынке. Да, вот отмечу, что ситуацию с разворотом вблизи отметки в 6 тысяч можно было предугадать именно и по огромному, по наличию огромного объема на покупку вблизи тех значений, я думаю, кто торгует на криптобиржах, например, да, вы могли видеть то, насколько велик был интерес у покупателей по тем ценам входить в рынок. Еще один важный момент, да, с позиции теханализа, которые стоит отметить, это ориентация на уровни прошлых исторических максимумов, да, стратегия, которая себя отлично показала в ходе прошлого года. Мы видели неоднократно, как биткоин ускорялся именно после того, как обновлял прежний исторический максимум, и сейчас эти уровни выступают, по сути, уровнями поддержки для биткоина, и вот одна из этих линий, да, проходящая вдоль отметки 7600 примерно, да, 7500-7600, это был максимум ноября. Да, мы видим, что выступило уровнем, от которого был ложный пробой, то есть вот закрепление в тот день, да, когда мы наблюдали повышенный интерес к сделкам на покупку 6 февраля, да, то, о чем я уже говорил, закрытие этого дня произошло выше данной линии, и по сути мы сейчас находимся в ситуации такого ложного пробоя уровня 7500. То есть мы буквально ненадолго оказались ниже, и на больших объемах этот объем, этот, в этот момент, да, рынок выкупили, и мы закрылись выше этой отметки. Поэтому этот такой тоже довольно серьезный сигнал того, что нас может ожидать дальнейший рост, рост по всей фирмы сфере, потому что мы знаем, что биткоин, он так или иначе тащит за собой все прочие альткоины. Поэтому вот план действий, который мы обозначили, да, его стоит принять. Вот более подробные и, скажем, локальные торговые рекомендации, да, вы опять же в наших телеграм-канале, в телеграм-чате сможете увидеть. Поэтому по биткоину, я думаю, в целом все понятно. Переходим далее. У нас на очереди эфир-доллар. Мы еще в начале года говорили о том, что эфир может потенциально сместить биткоин, да, с первого места по капитализации. И на самом деле пока еще эфир от этого далек, но тем не менее можно предположить, да, что вполне в течение 2018 года это все-таки может состояться. Пока же, вот если говорить о том, какие монеты были сильнее биткоина вот в эти дни, когда все росло, но что-то росло быстрее, что-то росло медленнее, да, вот мы неоднократно эту ситуацию отмечали. И эфир на самом деле не выглядел тем инструментом, который рос быстрее биткоина. Да, вот точно быстрее биткоина рос лайткоин, да, то, о чем мы несколько позже поговорим. Ну и наверное, и все, да, и вот прочие монеты это из топ-50, топ-70 по капитализации примерно, но которые, скажем, не являются такими активами из первого эшелона. Эфир на самом деле не был быстрее биткоина, да, это тоже некий повод задуматься, но есть одно важное отличие, да, между картинкой по биткоину и по эфиру. Да, это тот факт, что эфир закрепился уже выше важного уровня сопротивления. Если мы посмотрим на биткоин, да, то окажется, что мы еще не пробили вот этот важный уровень, то есть не вышли, не вошли в ту же область консолидации, в которой были вот несколько недель в январе, да, продолжительную. По эфиру оказывается, что мы уже это сделали, и теперь вот отметка в 880-885 примерно, она выступает уровнем поддержки, поэтому на самом деле есть сейчас очевидный сигнал на покупку по эфиру, а при этом можно будет довольно близко к текущей цене поставить стоп-лост, то есть ордер, ограничивающий потери по сделке. Будет еще некое сопротивление, безусловно, вблизи уровня 950, потому что мы видим, что именно вот этих значений продолжил эфир падать, да, вот в начале февраля, но это уровень уже не такой сильный, на самом деле в ближайшие дни, если мы рост, скажем, увидим в целом по хрипосфере, то эфир должен быть быстрее биткоина, да, за счет того, что этот набор, скажем, продавцов, да, вот на этом уровне сопротивления, он уже преодолел, по сути. Более того, такая картина есть сейчас по всем почти монетам, да, мы видим, как есть еще некий уровень поддержки, вдоль которого активно покупают, да, и вот если мы говорим про эфир, то это вот такая вот наклонная линия поддержки, вдоль которой ведется работа покупателями в последние дни. Поэтому в целом сигнал на графике сейчас говорит о том, что пора покупать эфир тоже. Причем покупать можно уже сейчас, да, не ожидая, как в случае с биткоином. Здесь можно смотреть только то, что, вот мы уже отмечали, что всегда так или иначе все альткоины двигаются за биткоином, поэтому, конечно, если, скажем, биткоин не продолжит рост, да, то и эфир может притормозить. Но в целом, опять же, эфир, повторюсь, да, подводя итог, выглядит сейчас несколько сильнее, чем основная криптовалюта. Главным открытием, да, вот, искали мы те монеты, которые были сильнее биткоина в последние дни, и, конечно же, кроме лайткоина, это был эфир классик. Вот, по сути, те два лидера, которые вот сформировались, да, и которые себя очень неплохо показывали на протяжении последних дней. Эфир классик ждет целая череда важных событий. Во-первых, запланирован хардфорк на начало марта, да, более подробную информацию, я думаю, что вы, без труда, в интернете отыщите, в ходе этого хардфорка, доработки, да, самого протокола. И, более того, конечно, все держатели монет эфир классик получат бесплатно, да, дополнительные монеты от нового, который называется, который называется Calista. Поэтому, конечно, эфир классик сейчас находится среди лидеров рынка. Он, если брать минимальную точку, да, примерно до 10 долларов он опускался, и если брать в расчет движения от 10 долларов, то он вырос уже в три раза. То есть это то же самое, что если бы биткоин вырос так же, то мы бы видели его уже по 18 тысяч, да, то есть он с шести, чтобы повторить динамику эфир классик, должен был быть уже по 18 сейчас. А он только по 9700, да, поэтому очевидно эфир классик гораздо сильнее. Посмотрите наши прошлые записи вебинаров, и там вы услышите, что мы призывали вас покупать эфир классик, и даже призывали сделать из него такую некую основу портфеля, да, криптовалют на ближайшую перспективу, опираясь на ряд факторов. Да, и на самом деле мы покупали эфир классик после закрепления выше, вот опять же, уровня прежнего исторического максимума цены на отметке 22 доллара за одну монету. Раньше этого срока, честно говоря, не хотелось, да, просто открывать сделку, потому что на самом деле было сильное сопротивление, и была в целом некая неопределенность, да, именно по этой монете и неопределенность по хардфорку, да, там только несколько дней назад появилось уже подтверждение с более подробной информацией. А вот после промоя уровня 22 уже мы смело входили в рынок и до сих пор находимся в этой позиции, рассчитывая на то, что если уж мы не обновим историческим максимумом, то к отметке в 38, уж точно должны подойти в ближайшие несколько дней. Поэтому эфир классик мы также призываем держать. Да, если вы его еще не покупали, то покупать прямо сейчас, пожалуй, будет не совсем правильно, потому что цена уже не очень хорошая, да, желательно было покупать от того уровня, который мы обозначили в ходе прошлой трансляции, да, это отметка 22 доллара. И поэтому, если вы еще пока вне рынка, то открываться можно уже выше ближайшего сопротивления. Это уровень в 32. 80 за одну монету эфир классик, вот выше этих значений, а лучше выше 33, можете смело покупать, да, и первый ориентир это будет уровень 40. Конечно, многие сейчас, я думаю, жалеют о том, что они взяли эфир классик по 10, например, 10,5, но, повторюсь, мы тоже этого не сделали, в принципе, не стоит жалеть об опущенных каких-то возможностях, потому что криптосфера дарит эти возможности едва ли не каждый день. Да, особенно если, скажем, на вашей площадке, где вы работаете, есть возможность не только покупать, но и продавать, то есть участвовать в снижении. Вот у нас, например, она есть, да, потому что мы работаем именно через брокера, да, через компанию Амаркетс. Поэтому по эфир классик, я думаю, в целом все понятно, да, есть некий план действий, учитывая, что неоднократно уже мы видели, как эфир классик не растет, да, и стопорится вот в этой области консолидации, которая является, кстати, очень даже широкой, да, и это подозрительно, точнее не подозрительно, а необычно выглядит, потому что столь широкий диапазон для консолидации, ну, вряд ли вы где-то еще увидите, да, то есть это просто необычная ситуация, когда несколько раз с 20 до 40 и потом обратно монета проходит. Поэтому это еще один аргумент к тому, чтобы сейчас пока сразу не покупать, да, возможно, мы от этого уровня отобьемся и сходим еще раз ниже, где можно будет купить по лучшей цене. Поэтому те, кто уже в монете, можно держать ее после дополнительного подтверждения, то есть выше отметки в 33 монету. Переходим далее, это Zcash, и на самом деле здесь сигнал только-только появляется на покупку. Нужно учитывать, что также есть еще некое сопротивление дополнительное, как и в случае с эфиром, например, да, вот, эта область важная, и мы прямо сейчас находимся вблизи этих уровней. Но в целом, что самое важное, мы закрепились выше ключевого сопротивления, которое было, да, и по сути мы сейчас повторяем ситуацию с эфир классик. То есть у нас также вот есть уровень прежнего исторического максимума, мы также к нему подошли и закрепились выше. То есть мы по Zcash сейчас находимся вот в этой стадии эфир классик, да, вот прямо вблизи уровня, поэтому есть большой потенциал, как по эфиру классик, большой потенциал для роста примерно к 600, к отметке в 600 долларов за одну монету. Но чтобы уже окончательно в этом удостовериться, нужно дождаться закрепления выше вот этого ближайшего сопротивления. Пусть оно пока и не является каким-то, скажем, отдаленным, да, и не является сильным, но там есть некий объем, поэтому в любом случае лучше дождаться закрепления выше. Хотя, опять же, учитывая, что этот уровень очень близко к уровню входа, да, вот я про отдаленность почему и сказал, можно поставить стоп-лосс довольно близко и, в принципе, скажем, более агрессивные участники рынка, которые обычно не хотят ждать дополнительного подтверждения, но торгуют при этом меньшим капиталом, уже могут входить в рынок и рассчитывать на дальнейший рост. Опять же, при условии того, что биткоин будет подрастать, да, и в целом по криптосфере нового негатива не появится, либо он будет, но, вот скажем, рынок его проигнорируют так, как это было в последние дни. Переходим далее к Монеро. Монеро сейчас уверенно двигается к своему следующему важному уровню, это отметка 285 долларов за одну монету. Мы видим, что графически ситуация несколько похожая по всем почти криптопарам, но при этом двигаются все, они немного по-разному, то есть кто-то сильнее, кто-то медленнее растет в последние дни. Вот Монеро, в принципе, подрастает неплохо, неплохо и уже, если дойдет до отметки в 300 долларов, это будет рост в два раза, да, если мы берем с минимальных значений, с отметки в 140. Точнее, да, даже не 150, он был, а 140, поэтому если даже 280 будем, это вот ближайшая цель, то это уже будет x2 вот за последние дни, да, то есть рост в два раза. Поэтому Монеро, в принципе, тоже смотрится неплохо и более того, у него, в отличие от биткоина, сейчас еще есть куда подрасти, он не прям на уровне стоит, да, а имеет еще некий потенциал для дальнейшего роста. Переходим далее, Litecoin. Мы уже отметили, наравне с EFIT Classic является главным лидером последних дней, особенно впечатляющим движение было вчерашнее. И на самом деле, мы уже в прошлом году видели такую ситуацию, когда в какой-то момент вместо биткоина растет Litecoin. Да, мы видели такую ситуацию в ноябре прошлого года, да, если быть точным, потому что Litecoin начал расти несколько раньше, да, и вырос, в принципе, сильнее в тот короткий отрезок, да, то есть на каком-то этапе мы видим, что Litecoin принимает в себя довольно большой поток, да, вот капитал, и он перетекает именно из биткоина. На самом деле, эта информация еще нуждается в дополнительном подтверждении, да, сейчас, то есть нужно проанализировать, но думается, что вот мы видим нечто похожее, когда есть переток именно из биткоина в Litecoin. И это было вызвано с техническое впечатление тем, что мы также закрепились выше важного уровня, да, отметка в 140 долларов за одну монету. И видим, что Litecoin гораздо быстрее прошел этот путь до ближайшего сопротивления. И более того, наравне с эфиром, вот уже вернулся в ту область консолидации, которая у него была в январе. Поэтому мы имеем все шансы увидеть его в числе лидеров и далее. И следующим уровнем ключевым, да, для него будет 266, поэтому это почти 30% от нынешней цены, да, и нужно будет внимательно посмотреть за тем, как ситуация будет развиваться. Опять же, Litecoin может гораздо быстрее расти, нежели Bitcoin в ближайшие дни. Поэтому вы, если ищете, скажем, какую-то монету, да, для того, чтобы часть переложить из биткоина, то вот один из кандидатов таких – это как раз-таки Litecoin. И опять же здесь, да, работает та же рекомендация, что в случае, если он окажется вновь ниже отметки в 190, да, это ключевой уровень сейчас, то в таком случае на время нужно будет с позиции выйти, чтобы затем вернуться в рынок несколько позже, да, когда мы окажемся выше этих значений. Переходим далее, на очереди Dashcoin. И здесь на самом деле тоже ситуация во многом похожа на то, что мы уже сегодня видели. Находится в таком довольно узком диапазоне между двумя важными уровнями Dashcoin. Вот и пробив, да, важную отметку, которую мы тоже отмечали в прошлый четверг, 533, он приблизился и стоит прямо на уровне сопротивления, в точности повторяя действия биткоина, по сути. Поэтому здесь ничего уникального нет, план работает такой же. Я думаю, вы и сами видите очень большое сходство между этими двумя графиками. Едва ли не под копирку, да, вот он совпадает, срисован с графиком биткоина. Поэтому какой-то здесь уникальной истории, пожалуй, сейчас нет, да, какого-то уникального новостного фона по Dashcoin тоже нет, поэтому как следствие, да, можно работать по такому же алгоритму. Если мы в ближайший день-два или, может быть, даже сегодня уже увидим закрепление выше этого уровня сопротивления, то стоит покупать Dashcoin и держать как минимум до отметки в 800 ровно. Это следующее сопротивление для данного инструмента. Да, движение сравнительно небольшое. Вот целевая, да, отметка небольшая по сравнению с движениями в прошлом году, но мы в целом отмечаем, что сейчас, повторюсь, уровни находятся гораздо плотнее, чем в прошлом году, потому что тогда мы двигались, мы находились в такой фазе рынка, когда регулярно было обновление исторических максимумов, то есть далее не было какого-то потолка, не было сопротивления, просто все на хайпе покупали, да, и цена летела вверх. То сейчас уже есть некий разброс между участниками, да, кто-то входил раньше, кто-то входит. Позже все, скажем, ориентируются на, ставят для себя, да, по приоритету уровни разные, поэтому мы и видим такое скопление, да, вот этих важных отметок. И на самом деле, чтобы движения стали более такими свободными по криптовалютам в целом, нужно вернуться вот в те диапазоны, где мы были в конце декабря примерно. Вот если мы, допустим, вернемся, да, по биткоину выше 12 тысяч, то тогда уже вот эта волатильность будет увеличиваться, будет увеличиваться количество пунктов, которые цена будет проходить. Потому что, да, диапазон будет уже 12-17 тысяч, да, то есть уже почти 5 тысяч широкий диапазон, это если мы говорим про биткоин. А пока же мы вот цепляемся и стоим вблизи довольно большого количества уровней, но опять же, это позволяет более чисто и точно входить в рынок, причем с минимальным уровнем риска. Да, и вот по Dashcoin как раз-таки такая ситуация, если, повторюсь, будет закрепление выше этих значений, да, то смело стоит покупать, ставить короткий стоп-воз за этот уровень и ожидать дальнейшего роста до следующего сопротивления, да, то есть следующий уровень сопротивления, напомню, 800, и от нее стоит работать по точно такому же алгоритму, да, закрывать часть позиций вблизи этого уровня и входить повторно при пробое этих значений. Напоследок у нас остаются Bitcoin Cash и Ripple, да, два инструмента. Начнем с Bitcoin Cash. На самом деле тоже ничего уникального он не показывает. Вот две наиболее сильные монеты последних дней мы отметили, это ETH Classic и это Litecoin. Конечно же, Bitcoin Cash по сути тоже повторяет динамику своего старшего брата, да, если можно так выразиться, динамику Биткоина, но за одним исключением можно отметить, что он уже также преодолел важное сопротивление, то есть идет низко более опережающими темпами, чем тот же Dashcoin, да, который стоит пока на этом уровне, и чем тот же Bitcoin, который пока еще ниже этих значений. Вот это говорит о небольшом преимуществе Bitcoin Cash, да, вот по сравнению, скажем, с Bitcoin, но в целом какого-то серьезного здесь пилосходства нет и какого-то серьезного интереса пока еще к Bitcoin Cash тоже нет. В потенциале он может расти гораздо более быстрыми темпами, чем Bitcoin, мы это видели в прошлом году и еще в начале. Этого года мы отмечали, что фундаментально Bitcoin Cash сильнее, и отмечаем это каждый раз, да, он фундаментально сильнее, поэтому в принципе и прочих равных может расти также более быстрыми темпами, нежели Bitcoin. Ну и Ripple, да, Ripple остается. Вот не совсем пока понятно, с чем связано его движение 10 февраля, да, вроде бы каких-то серьезных новостей там не было, был сильный скачок, тут же продали обратно и сейчас постепенно все равно приближаемся к этой важной отметке, да, отметка в 1.15, да, доллар 15 за одну монету. Также мы отмечали уже неоднократно, что самым таким серьезным значением у Ripple является круглое значение, да, 1 доллар, то есть когда цена выше 1 доллара, это самый простой сигнал, да, для того, что можно начать покупки. Но учитывая, опять же, факт того, что Ripple стоят довольно плотно сейчас, да, и много уровней сопротивления есть, лучше подождать дополнительного подтверждения для этих действий и покупать вот от уже обозначенных выше 1.15, объемом небольшим, да, и покупать уже объемом выше среднего, то есть почти максимального объема, да, мы окажемся выше отметки в 1.40. Ну, даже 1.35, да, вот нужно выйти, опять же, проведем некую аналогию с ранее рассмотренной ситуацией сегодня, да, нужно выйти в более широкие диапазоны, в более широкую область консолидации, чтобы уже была возможность для разгона дальнейшего. Тогда в таком случае, если мы, скажем, выйдем за пределы 1.40, у нас уже и волатильность должна порядком увеличиться. Вот уже можно будет рассчитывать на такие же свечи по размеру, как это было в конце прошлого года. В целом, сейчас все идет к тому, что мы можем увидеть новую фазу роста, да, поэтому нужно к этому готовиться. Не исключен сценарий того, что мы можем еще сходить и вниз, да, может быть, либо к недавним минимумом, либо еще ниже, но вероятность этого довольно низка. Сейчас порядка 20% не более, да, в целом, сейчас мы видим, что есть, подводя итог уже нашему вебинару в целом, мы видим, что есть ряд серьезных признаков того, что мы наблюдаем разворот полноценный, да, по криптосфере. Так это будет или нет, станет понятно после преодоления новых до уровней сопротивления. И важнейшие из них еще впереди, да, потому что по ключевым монетам линии именно трендовые, да, наклонные, они еще не преодолены пока. То есть, если мы будем проводить, скажем, отметку, допустим, таким образом, да, по биткоину, то увидим, что она еще не пробита. Если проводить, скажем так, по уже следующему максимуму локальному, то в таком случае можно говорить даже уже о пробое линии вот этой консолидации, да, но это будет несколько преждевременно, да, нужно еще, еще раз повторю, некое дополнительное подтверждение для того, чтобы уже покупать на весь объем. На этом, в принципе, все, да, давайте посмотрим, какие вопросы вы задавали, да, в общем, части, может быть, что-то и разберем из того, что вы спрашивали. И, кстати, еще один момент хотел обозначить сейчас. Такая ситуация, да, судя по крипто-чатам, где вот большое количество трейдеров работает, все почему-то ждут отката, чтобы купить по лучшей цене. Да, это вот классическая психология участника рынка, то есть пока все падает, да, когда все долго падает, уже в голове есть некий образ того, что мы находимся глобально в стадии снижения и нужно ждать, ждать, ждать более привлекательную цену. То есть не сразу удается поменять восприятие рынка и понять, что уже есть некие признаки разворота и ждать лучшую цену, да, многие ждут там отметку 5000 долларов за биткоин, 5500, 6 повторений, да, вот минимумов. Ждать, пожалуй, не стоит, потому что можно и не дождаться уже этих уровней. Лучше работать по более локальным ценовым отметкам, которые мы в ходе вебинар разбираем. Да, то есть купить, например, не по 5000, ожидая, вероятнее всего не будет уже этой цены в ближайшие дни, да, а купить, например, по 10-100, но после подтверждения. То есть не нужно бояться, скажем, более высокой цены, если вы недавно видели более низкую цену, да, это вот ловушка, опять же, которая может мешать. Это то же самое, что многие покупали в конце декабря, покупали весь январь, хотя было понятно, что, скажем, глобально мы идем вниз, да, но тем не менее многие закупались и затем были вынуждены ждать, да, выхода из просадки. Поэтому вот восприятие рынка нужно довольно быстро адаптировать, быстро менять его, да, вот повторюсь, сейчас есть признаки для разворота и, вероятнее всего, мы продолжим рост, нежели обновим минимумы, поэтому нужно быть готовым именно к этому. Ну, хотя, опять же, у вас может быть своя точка зрения, вот кто прав, да, мы узнаем уже в ближайшие дни, ближайшие недели. Отмечу, что в компании Амаркетс есть, да, все условия для того, чтобы работать с криптовалютой. Специально для зрителей сегодняшнего вебинара мы готовы бесплатно абсолютно предоставить нашу книгу, да, собственные наработки, как теоретические, так и практические по торговле, которые будут обязательно полезны трейдеру с любым уровнем подготовки. И более того, мы готовы предоставить специальный бонус в размере 25% от суммы пополнения, если вы сделаете внесение, да, на торговый счет в Амаркетс и будете работать на этом счете, да, совершать какие-то сделки. И напоследок, наверное, да, есть еще несколько вопросов, какой минимальной суммы можно торговать через брокера. Эта сумма, на самом деле, не критичная. От 100, от 200 долларов уже технически можно начать работу. Да, другое дело, что какой доход при этом будет, если, скажем, оперировать, опираться на доход в 15-20% в месяц, то это будет там 20-40 долларов, согласитесь, это небольшая сумма, поэтому, конечно, рекомендуемый депозит, он несколько больше, чтобы вам просто не стало скучно, да, и вы не ушли с этого рынка. Но, опять же, технически, повторюсь, можно начать даже и с суммой 100 долларов. Так, можно ли подключить MT4 к Bitfinex? Я думаю, что, скорее всего, нет, потому что это платформа именно брокеров, а не криптобирж. То есть, я думаю, что это невозможно. Так, Ripple рассмотрели. Next, пожалуй, сегодня не будем. Да, вот это то, о чем я говорил, есть ряд монет из топ-50, которые были довольно сильными в ближайшие дни. Это просто активизировались те, кто искусственно разгоняет цены, да, так называемые pump, end up. Поэтому на долгосрок не знаю, но в ближайшие дни может она рост продолжить. Да, там нужно график более детально посмотреть. Но вполне может еще в ближайшие дни расти, а потом может также быстро упасть. Поэтому аккуратно это, вероятно, что-то из разряда именно pump and dump и некой манипуляции отдельной монетой. Да, все верно. По биткоину рекомендуем входить выше 10 тысяч, лучше по 10.050, по 10.100. Это будет означать, что мы преодолели важное сопротивление. Дешевле всего фиат ввести на криптобиржу, честно говоря, даже не подскажу. Опять же, спросите в нашем крипто-часе, там есть много тех, кто торгует на криптобиржах. Мы работаем у себя, да, в родинской компании, поэтому у нас вопрос по вводу фиата на биржу, он не стоит, да, у нас торговые счета все в долларах. Но есть счет в биткоинах, да, его можно тоже анонсировать отдельно, счет в биткоинах для тех, у кого уже, скажем, не фиат, а криптовалюта. Но большая часть из нас работает на счете в долларах, поэтому вопрос с вводом фиата на биржу, он не стоит, да, у нас. На этом, пожалуй, все, да, будем сегодня заканчивать. Всем спасибо, что были с нами. Любые вопросы, которые у вас будут появляться дополнительно, можете адресовать в клиентский отдел компании Амаркетс в любое время, да, любым способом, если мы вам чат, почта, телефон горячей линии, как вам будет удобно, обращайтесь и обязательно-обязательно поможем ответить на любые ваши вопросы, подберем идеальный вариант для работы. Еще раз спасибо, успехов в торговле, самое главное, и всего доброго, до свидания, увидимся в следующий четверг. Продолжение следует...